не знаю кислый какой-то запах немного нового пластика всем привет ребята с вами мордиган добро пожаловать на канал сельский видеосъемщик на связи это у нас подкаст обзор распаковка и конечно же расскажу про уже новости ввиду в курс просто дела актуальных вот этих вот видеооператорских и лично моих да то есть мои продвижения скажем так на этом тернистом пути видеооператора в общем-то усаживать поудобнее поехали и так немного введу в курс дела в общем то эта вся операторская деятельность да то есть в какой-то момент ну то есть реально ну наше оборудование там еще как-то нормально еще было терпимое когда это было в 2015 там шестнадцатом году да мы сами даже верили в то что мы такие крутые там и так далее но при этом мы вообще не вкладывались почти вообще никаких денег в технику но заказы все равно шли 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 со временем я уже полностью как бы смирился с тем что мы просто халтурщики то есть мы просто точнее у брата отличный аппарат но он сейчас другом городе живет но в принципе я сам у себя в городе уже бомбил так сказать свадьбы забирал клиентов так сказать ну там такой прайс был да смешной даже вот 80 баксов да то есть такую колбасу на весь день снимать под 45 часов то есть да то есть ну это халтура нормальная да то есть чем дома сидеть там по субботам воскресеньем да лучше выйти заработать иногда по пятницам бывает да то есть иногда ну то есть у меня есть основная работа поэтому я только в выходные дни у меня были были заняты то есть то есть лишние там 80 90 порой даже 100 баксов да там то есть лишними никогда не будут да особенно если это когда то есть недалеко там особенно когда сарафанка работает то есть по дешману люди вообще то есть почему бы нет да то есть и вот я везде всегда показывают на вот эту камеру чудесную да я ее не хочу это чудесная камера то есть ну я смирился с тем что я ну то есть реальным халтурщик ну как сказать халтурщик ну просто видеосъемщик да без практические аппаратуры я снимал на вот эту камеру но естественно там моменты которые там утро невесты сборы там да если это свадьба там какая-нибудь у меня в основном банкеты были просто банкеты которые часа в 23 начинается и там заканчиваются часов 78 иногда в 9 ну то есть вот такие вот моменты да то есть я как в качестве просто живого штатива добыл то есть снимаешь вот такую работу тоже кто-то должен выполнять по-любому то есть а какие-то моменты вот когда иногда у меня бы вы бывали свадьбы когда с утра надо будет снимать там тоже проект был дешевый как бы там жаловаться было не на что в принципе когда я пытался вытащить что-то интересное с этой камерой то есть художественную какую-то картинку там клип сделать красивый свадебный блин но это вообще конечно жуть полная ну то есть ты все съемка все хорошо но плохо только картинка просто всратая ну то есть как сратая для 2000 там 11 года наверное сойдет но извините да даже тогда нормально как бы снимали ну то есть он не размывает фон картинка такая староватая уже там и так далее камеру хвалю только хвалю естественно например даже сейчас вот эта камера актуальна была бы особенно для прямых трансляций это вообще кайфная вещь привет особенно если например если такую старую камеру даже любую камеру абсолютно даже кассетную какую-то камеру да то есть если в ней есть выходы на колокольчик вы просто вешаете на эту камеру какой-нибудь видеосендер и все вы можете транслировать это на большой лет экран в банкетных залах они обычно бывают да и просто живете и кайфуете и зарабатываете на этих прямых трансляциях вот на большой экран например какая-нибудь свадьба 250 человек да и в банкетном зале большой лет экран стоит да то есть и вам надо просто туда изображение передать и для того чтобы просто изображение туда передать там там ведь стоят не такие какие-то навороченные лет экрана 4к мне далеко не так даже в крутых ресторанах не так вы просто берете вот эту просто любую камеру пускай даже кассет на этом какая к ну не прям хлам кассет на этом которые там хэндикам маленькая а вот профессиональная кассетная большая камера да потому что у нее там зум конечно потрясающим нет и это вообще удобная вещь да ну то есть там даже можно с этого можно с просто с трансляцией на банкет можно брать баксов так 90 стоит а практически full прайс за вот такую камеру да ну плюс-минус дана за съемку банкета скажем так вот эта камера подходит для этих целей вообще идеально вот это одно то есть как я уже говорил художественные моменты на эту камеру то есть снять крайне сложно ну и вообще это уже не то пальто скажем так ребята потом я для этих целей я уже говорил да и есть видео что m50 взял вот им 50 взял но как-то я пытался на него поснимать но это тоже геморрой как бы в плане того что здесь нету стабилизации да там и так далее но картинка это уже другой разговор совсем и эта камера в принципе у меня была как просто как иногда я выходил там как в качестве фотографа вот но это уж совсем другая камера ребята да то есть это современная вообще камера здесь уже можно сделать все что хочешь там и закрывать практически любые задачи но поливать я на нее прям всю свадьбу или банкет как-то не то чтобы не решился просто у меня не было ну во первых мне ее было жалко использовать для каких-то ультра копеечных там задач там прайс где-то 100 а то и меньше 80 до 100 долларов как бы на него поливать как-то не очень хотелось если честно поэтому для таких вот целей как я уже показывал как-то в ролике я взял вот такую камеру я ее уже нахваливал там и так далее об этом если ролик я все ролики оставлю в общем на нее я сейчас поливаю полностью все копеечные банкеты и вот эти вот моменты я полностью перешел именно на эту камеру ребята то есть ну то есть тоже даже копеечные заказы тоже надо улучшать качество ребята да то есть сначала копеечные я снимал на вот это над эту камеру и теперь я снимаю копеечные на вот эту камеру здесь уже качество гораздо лучше ну так копеечные но уже не стыдно как бы давать ну как копеечные добавил сверху например здесь я брал каких-то там 8590 сейчас я беру примерно 110 120 и 130 баксов да то есть безболезненное такое поднятие цены потому что да бывает по сарафанки приходят ко мне вот я не как бы эту стоимость то есть это вообще нормально и снимать вот как бы поливать колбасу так сказать вот на вот эту камеру уже как бы и не стыдно тут качество гораздо лучше потом можно сделать как-нибудь на нее уже то есть с видео примерами там и так далее да то есть но это сейчас инструмент чисто для таких скажем так бюджетных съемок скажем так вот и получается что прошлый сезон а до прошлый сезон он был как-то на удивление вы просто каким-то просто обалдеть каким тажирным что ли много заказов было достаточно и только в прошлом году я купил вот этот вот рекордер аудиорекордер zoom h1 потому что ну заказов реально было много и я уже просто там такая куча заказов было что уже я составил такой скажем так фидбэк уже был я составил уже план по развитию как куда потихонечку что там покупать то есть у меня уже в голове есть четкое как бы осознание того что ну реально как бы когда ты работаешь ну это ответственность по-любому и отдавать материал с хреновым звуком как бы не то пальто вот я взял вот этот вот рекордер которым который сейчас использую на на всех своих очень заказов вот но все же поступают заказы на свадьбы и скажу честно вот честно скажу прям красиво уже можно снимать на эту камеру вот прямо реально если постараться из этой камеры можно вытащить такое охеренное качество что прям я не знаю прям уровень уровень даже если вы в ютубе посмотрите свадьбы с вага 20 там прям нормальная картинка прям очень очень обалденный потому что там и писи матрица получается да то есть ну то есть такая тема теперь в общем сейчас у меня сейчас конечно я уже чуть-чуть хочу подготовиться к свадьбам потому что в прошлом году были заказы и мне пришлось отказываться потому что но именно утро невесты там так далее какой-то откровенный шлак я не хочу давать и давать хотя бы не то чтобы там я говорю что я лучше всех а я хочу делать хотя бы средний год на средний такой вот среднее качество то есть нормально чтобы было до чтоб эту нишу как бы занять плотно скажем тогда и постепенно уже развиваться в этом плане да то есть теперь я как так как у меня уже это камера есть на руках да то есть уже можно брать заказа именно утро невесты чтоб красиво было и так далее да и ткань камера у меня есть но у меня не было электронного стабилизатора ребята электронного стабилизатора ну вы уже поняли к чему я веду я уже подготовился к этому сезону и взял себе стабилизатор сейчас чуть позже покажу его распакую перед вами прям так еще в целом чего хотел бы сказать я ребятам вообще сейчас кстати canon r50 вышла она уже лучше чем м50 до блин взять бы сейчас этот r50 это вообще было бы класс но да ладно с одной стороны ничего страшного вот а по поводу м50 сюда например тут crop получается 16 здесь crop 16 вот на м здесь у меня bayonet м она им уже объективы не выпускается но полтинник надо иметь обязательно через вилтро x speedbooster если поставить тот же тут же самую тот же самый полтинник знаменитый 18 да ну вообще в принципе можно не 18 который знаменитый который дешевый есть еще 14 вроде когда это вообще ультра мега жир там получится где-то баксов 400 если взять 50 миллиметров 1 и 4 с со спидбустером от канона который мета бонз выпускает официальный вот именно да то тогда баксов 400 обойдется если брать скажем так аналог то есть это вилтроx speedbooster он стоит примерно баксов так 150 наверно до 150 баксов и объектив там тоже 150 300 300 баксов да а нет блин тут надо посчитать точно в общем-то да произвел небольшой расчет ну в общем получается если брать аналоги то там обойдется в баксов так 300 а если брать именно например 1 и 4 и мета бонз спидбустер сам спидбустера официальный от canon стоит примерно 300 баксов только один спидбустер и там эта штуковина стоит примерно тоже баксов 250 ну и считайте там 550 баксов до обойдется вот получается вот такая вот тема но если со спидбустером полтинник одеть сюда то тут уже если вообще спидбустер одеть и можно уже использовать ей это объективы да но crop factor уже здесь будет один и один и светосила а нет не светосила получается она уже будет очень приближена к полнокадровой камере получится как то так в общем сейчас я покажу вам в общем буду ли я поливать на этот м-50 вот но вот это м-50 тоже вопрос хорошая еще размышляю буду ли я поливать прям всю свадьбу там банкетом и так далее это конечно возможно все зависит от того у нас на какие деньги договориться с клиентом да но можно ее использовать в качестве второй камеры почему нет на основной там например на эту next vg 20 снимать там общие планы там какие-то да просто поливать а вот на эту бегать там да и некоторые кадры там снимать но конечно там уже разная картинка немного будет но это вообще я пока еще это уже скажем так в дальнем ящике у меня скажем так из того что стоило бы попробовать в реальной жизни скажем так вот но я думаю там все равно будет отличие вот ну и уже в этом сезоне чуть чуть более ответственно подхожу к работе и заказы и скажем так со сборами невесты там и так далее утро там невесты там и так далее уже не хочется пропускать отказываться от таких заказов и они бывают довольно жирные кстати да то есть и в этот раз я буду готов к этому сезону и взял вот такую вот штуку ребята это у нас стабилизатор такой вот я взял rs3 mini он еще новый запакованный я так не буду сейчас как бы его включать на это надо просто распакуют и попутно будут что-то рассказывать так ну чтож ребята распаковываем эту тему блин давно давно хотел чтобы меня в арсенале был стабилизатор ребята прям не знаю с каких времен я мечтал не то чтоб мечтал это была необходимостью скажем так вот так как его открывать то вообще в первый раз как бы открываю такие вещи как стабилизатор что ж надо будет подрезать кажется извините что ножницами такими как всегда такой бывает когда не запланированы какой-то ролик хотя здесь же была эта штука позже ну ладно в общем открываем запах интересный такой прям не знаю кислый какой-то запах немного нового пластика блин ну прикольному коробка такая знаете ли качественный интерес 795 грамм написано здесь пустая коробочка но это видать чтобы не знаю транспортировки чтобы что-то не повредил с ним так блин ски тут кейса нет я ожидалки что кейс будет всякие бумажки кейса нету кстати что такое это что такое так это всякая ну всякие такие доп допы ребята всякие допы это ручка от нее по ходу тяжеленько это не интересно просто хочу потом я сам буду с этим всем разбираться прям на видео разбираться конечно с этим это то еще дело но блин я наверное скорее всего тогда кейс боленский кейса нету до специального кейс нету такая сумочка должна быть по идее ее нету а я думал она есть странно ну ладно вот он получился стабилизатор как-то впечатление не такое прям да уж вот такой вот стаб ребята кое-как что его уже открывали первый раз честно но как держу стабилизатор вообще первый раз для меня это новое ну в общем вот такой вот стоп я держу неправильно вот так вот серьезно ребята но блин то что кейса нету вот это вот разочаровала меня как бы ну чтож как бы вот и все вся распаковка сказать что интересно и но будем изучать дальше будем смотреть но то что кейса нет это плохо буду теперь придется в коробке таскать как бы в коробку закидываешь в эту свою ну и в какой-то веке коробка прослужит будет служить мне качестве чехла теперь качестве кейса вот такой вот стаб ребят ну что могу сказать прям ну честно в руках прям как качественная штука это все железное вот это вот это все металлическая рукоятка в принципе приятная такая джойстик такой вот тут кнопка записи как бы надо теперь разбираться с настройками всего этого дела что давайте попробуем прикрутить сюда ту ту ручку кстати как я выбирал стабилизатор убирал я исключительно по мощности там был у меня выбор crane m3 взять но он будет послабее послабже скажем так моторчик слабее чем у диджей диджей все-таки на рынке давно и диджей уже как бы себя зарекомендовала скажем так вот ну как бы более надежно этом и так далее хотя крайне м3 не груш не надежные top crane m3s вышла но у меня в городе только стандарт вот в общем то вот такая вот штука можно вот так подбираться получается я не скажу что она легкая ребята ну реально говорят что она легкая да так весь день ходить конечно так не шибко будет комфортно но зато все будет плавно но в целом качество мне нравится да прикольно прикольная вещь на нифига не не маленькая самом деле вот такая вот бандура уберешь вот отсюда стоит она кстати сколько 200 300 350 400 баксов вот так вот он стоит ну ничего отобьется с легко и скажем так на будущее заряд даже есть я еще не знаю надо разбираться с этим первый раз имею дело со стабилизатором честно я даже в руках не держал стабилизатор вообще никогда в жизни это очень первый мой стабилизатор скажем так мы будем пробовать вот так так что еще я бы хотел бы сказать ребятам чтобы еще хотел сказать еще вообще меня интересует тема такая как типа из говна скажем делать конфетку вот хотелось бы мне очень интересно когда из максимально дешевой техники ты вытаскиваешь какой-то хороший продукт например сейчас я записываю на sony next 5 и у меня такая идея возникла как нибудь свадьбу то какую-нибудь дешевую свадебку от поливать на next 5 очень интересно про next 5 и next 3 я вообще отдельно ролик запишу кстати будет интересно я думаю вот ребята как то так все пока на сегодня все ребята пишите комменты если было интересно вот поговорим в комментариях очень всем удачи всем пока